МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дождавшись мужа, женщина сразу забила тревогу. Рыбака искали сотрудники полиции и спасатели. Они обследовали острова и берега реки от Абакана до усть Абакана. Скорее всего, произошла трагедия, и мужчина утонул. Второй случай курьезный. К спасателям дозвонился ещё один рыбак, явно в нетрезвом состоянии. Сообщил, что остался на острове один. Лодку, на которой приплыл, унесло течением. Пришлось сотрудникам спасательного отряда доставить его на берег. Абакан сейчас будет пребывать всё сильнее и сильнее. Я бы очень хотел, чтобы люди думали, прежде чем ехали на машинах, на мотоциклах, на эти острова. У нас было несколько случаев, когда нам пришлось вытаскивать людей, а технику оставлять там, потому что вода настолько быстро поступала. История со счастливым концом. Сегодня утром полицейские разослали ориентировку. В Бейском районе пропал ребёнок. 13-летний Артём Штелли живёт с матерью в Бее. В выходные гостил у отца в Бондарево. В воскресенье родитель посадил мальчика в автобус, но до райцентра тот не доехал. Как выяснилось, подросток сошёл на промежуточной станции, в Табате. Попросился переночевать к местной жительнице. В этой деревне ребёнка и нашли. Сегодня днём его вернули матери. Добавим, что Артём состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. В Алтайском районе выяснили, кто оскверняет могилы. Местные жители больше не дежурят на сельском кладбище. Напомним, в одном из выпусков нашей программы мы рассказали о вандализме в селе Ачуры. Неизвестные разрушали местное кладбище. Разбивали памятники, вырывали кресты, поджигали могилы и оскверняли надгробие бранными словами. Последний раз вид могилок усопших поверг в шок в преддверии родительского дня. Фотографии на памятниках были залиты краской. Отчаявшись, люди вышли сами охранять память родных и близких. Каждый день могилы обходили несколько человек. Однако визит нашей съемочной группы привлек внимание правоохранительных органов. Участковый сначала взял показания у пострадавших родственников, а затем и вышел на кладбищенских налетчиков. Ими оказались трое подростков, жители села Ачуры. Сегодня их семьи взяли под наблюдение. Родственники же усопших, над чьими могилами надругались, уже получили личные извинения. Решается вопрос о восстановлении памятников. Между тем, местные власти позаботились о внешнем виде кладбища. Убрали мусор, который ранее не вывозили месяцами. Герои нашего следующего сюжета, несмотря на многие проблемы и лишения, не покидают родные места и готовы сохранять традиции глубинки. Тем более, что республика запустила специальную программу по сохранению и развитию малых сел. Наша съемочная группа побывала в Али Аев Аскизского района. Специальный репортаж Ольги Стельмах. Небольшая деревушка Аев. Всего две улицы. Стоят они посреди Аскизской степи. Многие дома бесхозные. В поисках работы и лучшей жизни их владельцы уехали из села. Сегодня население чуть больше 80 человек. В основном пенсионеры. Дори центра не близко, рабочих мест нет. Кто-то держит скот и этим живет. Кто-то практически каждый день выходит к речке Ниня с удочкой. Пойманную рыбу продают в соседних селах. Мы ходим сюда рыбачить, сюда на эту речку. И вот пару дней назад она поднялась, и рыбы сейчас нет. А так бывает и хайруза, и льцы, и щуки. Условия далеки до идеальных. Постоянная ветра и галечник не дают хорошего урожая. Потому и заниматься земледелием здесь неблагодарное дело. Практически никто из жителей не выращивает овощи. Воду и ту совсем недавно приходилось брать из реки. Единственную колонку пробурили лишь в конце прошлого года. Всю жизнь брали с речки. Вода по весне очень грязная, желтая, со всякими привкусами. Скважина с чистой водой – начало реализации республиканской программы сохранения и развития малых сел Хакасии. Ее цель – создать условия для жизни и убедить население не уезжать из деревень, а по возможности привлечь и новых жителей. Скважины пробурят практически в каждом доме. Причем хозяева платят лишь половину от стоимости работ. Остальные затраты гасит правительство. Николай Чернов один из первых обзавелся собственным источником. На очереди еще как минимум 10 домов. По мнению специалистов, несмотря на многие проблемы, назвать деревню безнадежной нельзя. В Али есть собственный дом культуры. Жители также получают первую медицинскую помощь. В отличие от других малых сел Хакасии, в Али Аев есть собственная школа – начальные классы. Этому зданию практически 100 лет. И, естественно, она нуждается в ремонте. А его обещают сделать. В рамках республиканской программы сохранения и развития малых сел. Поменяют крышу, заменят окна, обновят фасад. Помогут сделать, надеются жители, отопление. В школе есть батареи, но из-за экономии ими не пользуются. В холода здания согревают углем. Найди длину второй стороны этого прямоугольника. Сегодня во всей деревне лишь пять учеников. На подходе еще три первоклашки. В будущем за школьные парты будет кому садиться еще 5-6 лет. Дальше, если ситуация в деревне не изменится, и молодежь не вернется, на обновленную школу повесят замок. Есть школа, есть жизнь в селе. Я думаю, что не должна деревня так исчезнуть с лица земли. Изменить облик деревни, да еще и с финансовой помощью республики. Упускать такой шанс жители не намерены. Люди сами вышли на субботник, привести в порядок сельские улицы. А в центре деревни отметили место для будущей детской площадки. Люди ждут перемены, верят, их деревня будет жить и дальше. Пять человек сегодня уже оформили крестьянско-фермерское хозяйство. И как только встанут на ноги, дадут односельчанам то, ради чего многие покидают родное село. Рабочие места и реальный заработок. И в продолжении темы. Гостелерадио-компания Хакаси объявляет конкурс идей, которые помогут реальному развитию таких сел, как то, о котором шла речь в предыдущем сюжете. Мы обращаемся к жителям городов и крупных населенных пунктов, предпринимателям, общественным организациям, поддержать нашу акцию. Ваши идеи, советы и предложения мы выслушаем по телефону в Абакане 22-72-82. В Хакаси вскоре появится еще одна книга памяти. В ней увековечат имена жителей республики, погибших в локальных военных конфликтах. В Хакаси уже издана книга памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней есть сведения о 30 тысячах наших земляков, не вернувшихся с фронта. В честь погибших в локальных конфликтах в Абакане установлены два памятника воинам-интернационалистам на привокзальной площади и сотрудникам полиции, погибшим на Северном Кавказе. На страницах новой книги памяти рассказ обо всех наших земляках, погибших во время боев в Венгрии, Эфиопии, на острове Даманском, в Афганистане, Югославии и Чечне. В списке 65 фамилий. Уже готов макет издания, сейчас рабочая группа завершает редактирование материалов. Книга памяти выйдет тиражом в тысячу экземпляров. 200 тысяч рублей на издания, выделенные из республиканского бюджета. Уникальность данного издания заключается в следующем, что в эту книгу войдут ребята, не только погибшие от Министерства обороны, но и сотрудники органов внутренних дел по республике Хакасия, военнослужащие внутренних войск. Ориентировочный выход книги и презентации это середина июля, начало августа мы планируем. Министерство труда республики получило очередной грант. 6,5 миллионов рублей пойдут на реализацию программ по поддержке семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подробнее о грядущих переменах мы поговорим в рубрике «Интервью». А сейчас реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова